Исследования отношения населения к экологическим проблемам обновились сразу там ряд исследований это ВЦИОМа, Левада Центр и УФОМа и только в ВЦИОМа после там триумфального года экологии когда по сути все ведущие вот эти исследовательские агентства дали одни и те же результаты и государственная контора ВЦИОМа, и Левада Центр, и УФОМа они все показали кратный рост интереса населения к проблемам экологии вот в этом году как бы у УФОМа и Левада Центра такие же показатели что интерес только растет да, у ВЦИОМа соответственно откат с чем это связано, я думаю понятно просто год экологии закончен, в общем все поинтересовались запросов с ними уменьшилось в поисковике да, что поэтому как бы по этим показателям да, рост интерес населения к экологическим проблемам есть и у нас самые годовые темы это мусор в любых проявлениях, отходы это просто, это всегда мы если нам нужно поднять трафик на сайт если крупные у нас в России Олег показатели мы сразу начинаем делать материалы про мусор все, трафик тоже выравнивается да, и вторая, на удивление для нас вторая наша самая популярная тема это возобновляемая энергетика да, казалось, где он там, в России где возобновляемая энергетика не знаю, может быть это связано с тем, что у нас просто очень сильные колумнисты по этой теме собраны и может быть за счет как бы их авторитета, да потому что наш материал даже иногда себе на странице вешает чубайс который очень следит за этой темой пора начинать спецпроект поэтому да, и я вот думаю, что мы все таки этот проект реализуем по измерению качества воздуха над полигонами да, другое дело как бы что с кем но я как бы понимаю что это либо общественная палата либо общероссийский народный фронт вот партнеры не достаточно скользкие тем не менее как бы надо с такими партнерами учиться надо нажимать просто ну господа, у нас с вами будет время, сейчас данные есть за это лето немного я кстати думаю, что вот этот вот проект если вы мне скинете вот какие-то презентации да, вот по Волге, то что мы сделаем хотим собрать сначала регулярных пробывок хотя бы 3-4 надо собирать данные не смотря этих данных какое-то мнение экспертное и тогда будет такой, знаешь, минимальный пласт в котором не стыдно приходить хотя бы в гости а пока можно еще подключить но это будет скоро если не уйдут в спячку в сентябре это будет скоро если ты оценишь ниже ну что тогда, господа, Алексей с Иваном могут заняться вопросами как Алексей озвучил ребята профиг на кубисем и давайте об этом все расскажем по результатам сразу всем, кто здесь присутствует и слышит, что здесь что-то запланировали что вы хотите сделать есть сайт aerovark.org это сайт именно НКО там внизу одна страница подпишитесь на новости подписывайтесь на новости ловите материал материал интересен все здесь уже недалекие люди пишите в telegram или на почту я кстати еще считаю, что вот эти предложения они должны поддерживаться властями региона потому что опять же если говорить про регионы регионам это позволит финансировать то что региону повезло что есть такие люди такие таланты которые именно здесь технологии разворачивают а не кремниевой долине полиции ну что господа спасибо вам всем, кто участвовал в этом столе контактами контактами все обменялись кто нет чате аэрбономики 5 минут и те кто участвует в мобильной робототехе мобильной робототехе это у в и в и в и и и в и Чё, засекаем 5 минут? Я надеюсь, что ровно до времени, когда нам сделают в Азии, и, соответственно, рядом с ним, чтобы они ещё знали часть команды проекта, рядом ещё, чтобы мы знали Иван. Иван, придём, пожалуйста, Риркош. Сотрудники УСКАДа, компания, которая выпускает и программы, и аппараты обеспечения взаимодействия на территории Российской Федерации. Здесь есть студент Костя из Иннополиса, который, например, писал свою работу на контроле трафика беспилотного. Там, такой концептик, как можно в России наладить контроль за беспилотниками, разделив ответственность между руководителями. Ну и, конечно же, Иван Петрович, человек, который у нас является полностью директором коммерческой организации Центр Рубнотехники и РАВА. Я к вам тоже буду присоединяться. Отлично. Спасибо. Нас не представили, значит, мы национальный центр беспилотных технологий, мы авиационный институт представляем при авиационном институте. Мы проектируем, выпускаем свои беспилотники. Я прямо так вкратце по специалистам расскажу. У нас есть три модели, которые мы выпускаем. Большой, пять метров, размах крыльев. Значит, 16 часов он у нас может в воздухе находиться полностью автономно. Вот, поменьше беспилотник, ну, типа крыла такого. Ну, вот типа гиаскар, так скажем, условно говоря. Он у нас два часа. Вот. У нас есть, как бы, своя разработка такая, как бы, это привязной коптер. То есть он круглосуточно, значит, соответственно, привязанный к базе, висит до высоты 250 метров. Вот. У нас свой софт, как бы, есть. Мы распознаем изображение. Вообще, что тут не делаем. Так что, поскольку нас не представили, я вам правда за это. Спасибо. Так же здесь представлена администрация города, которая является, по сути, не формально заказчиком самого исследования, которое мы провели и будем здесь описывать, но интересантом. Той стороной, которая действительно болеет за ситуацию и представила запрос к тому, что можно решить существующую проблему, которая актуальна для всего мира. Но почему бы ее не попробовать решить с теми средствами, которые сейчас наклевываются, которые созревают на наши глаза. И это можно сделать в нашем городе, потому что здесь эта боль есть, и она осознанно. Это очень ценно, потому что заставить человека вылечиться, пока он не осознает беду, невозможно, даже если решение идеальное. В итоге, я передаю слово Александру. Хорошо, да. Мы немножко уже начали дискуссию. И так затронули тему для нас очень больную. Это, прежде всего, полеты в легальном русле нашего законодательства. Потому что это определенное препятствие для проведения подобных вещей, мониторинга, проведения регулярных полетов. на легальной основе, это достаточно большая проблема, потому что в режиме, так скажем, реального времени это сейчас невозможно сделать фактически. Ну, ФСП нам разрешение выдало сравнительно быстро. Ну, сравнительно быстро сколько? Пол дня в день? Больше недели. Отлично. Хорошо. Больше недели? Я боялся, у них по нормативам 30 дней ответ. Они ответили за неделю на достижение. Ну, а иные сказали, что все, нет секретных объектов, пожалуйста, летайте. Там формировка была интереснее. При соблюдении законодательства о секретных объектах вы можете делать все, что угодно. Прямо не запретили? Не раскрытие государства летающего. Ну, да-да-да. Если вы будете делать все четко, то вы молодцы. Хорошо. Это сроки, наверное, в большей степени зависит от маршрута. Ну, естественно. То есть, это в моем числе. Понятно. Но, так как карты секретных объектов ее не существует, опытным путем можно предположить, как можно организовать свой маршрут, чтобы он был быстро согласован. Ну, это то, что хотелось бы вообще делать в автоматическом режиме, буквально по запросу. И в этом направлении, конечно, активно работает Аэронет. Ну, единственное, я могу сказать, что, конечно, проблема была озвучена достаточно давно. Даже вот, там, два года назад, когда мы собирались, тоже выступали на заседаниях Аэронет, это все звучало. Но, к сожалению, каких-то конкретных решений в этой области не было принято. Нет, ну, давай больше историй. Если не выбирать про регулирование. 2016 год, весна Аэронет. Ну, согласен, да. Я не знаю, сейчас он руководит Аэронет. Да, да, предлагаю. Сушение каждый месяц два проектов, которые что-то предлагают. Бюджеты даже. Если я не путаю, в 2016 году до 700 миллионов, даже, как вы звучали, от таких суммах. При этом мы одновременно смотрели, как развивается рынок контроля беспилотников Соединенных Штатов. Там, 14 декабря, первый день, когда в мире случилось что-то. ФВА, Федеральная Авиационная Администрация Соединенных Штатов, как можно летать на территорию Соединенных Штатов. Потому что они видели, как мы поняли, продажи беспилотников для своих детей в Merry Christmas период. И поняли, что в пригородах сейчас много выйдет детишек и начнут дронов запускать по всей стране. И сделали регуляцию, чтобы на сайте хоть как-то можно было зарегистрироваться. Думаю, вы помните, и у нас в России в апреле месяце в 2016-2017 году пытались запустить такой же регистр. Что мы при этом видели? ФВА начали с того, что сказали, что нельзя летать, где животные выяснятся, где аэропорты. И быстро нашел в стартапе, который всю эту карту дал. И называется он сегодня AirMap. И они последние инвестиции получили 42 миллиона долларов, включая от Веризоны низких гигантов. Спустя два года, с того момента, как они с ФВА первый раз договорились, что все дают регуляцию в виде бумаги, а эти напишут в софт и дадут его всем пилотам бесплатно скачать, которые летают над США. У нас мы взышли при этом, что было даже лицо, которое заинтересована глава авиационных клубов авиамоделирования. И они говорят, что мы даже это тоже самое делаем. Но у нас нету теперь своего AirMap за 42 миллиона долларов, а приложение, которое позволяет летать, еще нигде не доступно. То есть есть какие-то наработки, у Саши все что-то скажут, они какие-то есть, но вот такого процесса работы, и в аэронете мы не заметили. То есть несколько собраний, и это вот личный опыт, который по UTM вопросов очень много открытых осталось. Ну, собственно говоря, если уточнить, то есть веб-ресурс, который называется fplan.ru, и там можно, собственно говоря, проверить, в какой государственный орган вы должны отправлять запрос, не то, чтобы вам согласовали полеты. Это то, что сейчас имеют. Ну и, естественно, там показаны такие большие красные круги над Москвой, Санкт-Петербургом и другими большими городами, где ни в коем случае нельзя летать, хотя над водной поверхностью это не запрещено. Если над реками и водоемами, то это считается безопасной территорией для поля. Ну, конечно, все-таки не Москва, а не Санкт-Петербург, если там администрация горит, если есть насущные проблемы, то я думаю, что не все достаточно быстро согласованы зоны, которые необходимы, уже прикладные. Тем более, все равно придется получать лицензию ФСБ, ну, в любом случае. Потому что разрешение может быть такое, что это уже будет представлять какую-то там… Тем более, вот мы рядом находимся, собственно, с объектом полученной охраной. Вот эта вот дамка наша чудная. То есть это уже, вот, как бы, ничего с этим не сделалось. Но мне кажется, вот если это локально брать, то эту проблему можно решить. Тем более, полеты, вот, например, вот у нас вот это самое… То есть это не проблема. Создаются планы график полетов, согласуются. ФСБ, это полночь, это наносят. Нет, безусловно. Я могу сказать точно, что вот опыт партнерской компании «Геоскан», которые пытались одну из промышленных территорий на границе Санкт-Петербурга оцифровать. Это нельзя было делать. Я думаю, сейчас нельзя. Ваш спирт. Что? Это странно же, если вы говорите, что это никогда нельзя будет. Объясню почему. Тогда можете забыть о мобильной робототехнике. Нет, нет, нет. Посмотрите. Одно дело, я хочу запускать где хочу, вот я хочу просто, и все. Как не получится, я думаю, в нашей стране? Вы не будете сказать. Посмотрите, очень важную вещь. Мобильная робототехника нужна сегодня бизнесу, направленному на граждан. Для них оказывать услуги в последнем мире. Для них оказывать множество услуги. И сделать гражданские сервисы, связанные с мобильной робототехникой, без раскрытия данных с 3D-картами, с топологией, не получится. Потому что им летать надо на низких высотах. Они должны знать о высоте всех зданий. Они должны знать, за каким углом это self-driving-карт может повернуться, за какой нет. И без этого раскрытия там будут self-driving-карт такси, которые ты по мобильному телефону будешь вызывать. Там будут дроны, которые будут прилетать тебе на крышу и отдавать товары. А здесь все у них нет. Смотрите, мы тут все в авиационном институте работали и учились. Но когда получаешь третью форму для начала допуска, жизнь становится в другом свете открывается. Надо все равно думать о том, что есть ситуация по ходу безопасности. То есть мы не в вакууме живем, а вокруг есть какие-то проблемы. Сейчас еще больше. Люди всегда перестраховываются, поверьте мне. И раскрывать карты подробные. Я просто для справки могу сказать. Даже военные карты, которые секретные, всегда содержат ошибки. Специально так сделано. Понимаете, в чем дело. Поэтому то, что мы сейчас тут не снимаем дронами, у нас будет супер точная карта, не будет. Я просто сделаю. Хорошо. Вам пример. Open Topography. Знаете про это? Зайдите на сайт Open Topography. Университет Сан-Диего. У них четыре города, включая Salt Lake City, полностью выложены в открытый док. Снимали вместе НАСА и доснимали с самолетом. США. Вопрос самым главный. Оборонка США не менее параноидальная, чем расистская? Я вам могу сказать, что думает США. США думают, что они уязвимы. И что у них на территории никогда ничего не будет. А у нас это уже было несколько раз, понимаете? У нас по-другому рассуждали. Я серьезно говорю. Мы сейчас рискуем свалиться в поливар. Да, да, да. Тут ситуация какая-то. Все равно рассматриваем. Мы в начале, понимаете? Вот у меня ощущение. Знаете, как в начале аэроавтомобилестроения. Когда нет правил, светофоров нет. То есть непонятно, что с лошадьми делать. То есть как, куда бежать. Нужен сигнал, не нужен. В какую сторону ехать. Никто ничего не знает. То есть вот мы находимся реально в начале становления. Сейчас самое главное, мне кажется, это прикладные задачи. На основании которых общество все поймет. Государство поймет, что это вообще необходимо. Без этого никак. И вынуждены будут нам сделать светофоры. Правила выпустить четкие, которые все знают. Права всем выдавать. В какой-то момент ситуация сама собой рассосется. Да. И нам нужно просто на самом деле делать вот эти конкретные задачи. Давать понять, что это и выгодно, и быстро, и надежно. И там, я не знаю, там кадры готовим. И вот это вот на самом деле изменит ситуацию. Просто так требуют свободы. Одна маленькая ремарка на это. Пока вы будете делать прикладную задачу по заказу. Вот, например, пример хороший был. Приходит на аэронет команду и говорит, производит взрыв руды. Подрядная организация. Мы не можем иногда оценить, что они плохо сделали свою работу. Большая дуба, которую потом приходится спускать в долбилку и прямо дробить ее внизу. Понимаете, да? Из-за плохо взорванной породы спускают еще отдельную дробилку, и она дополнительно дробит. Расходы колоссальные. Если пролететь после взрыва и снять, посмотреть размеры этих груд, это не наш салай, это вот Саша Бокер знает заседание, но говорят, это очень интересно. Реально классный сценарий. Давайте делать. Но, внимание, в этот момент то, что мы видим. Спустя месяц ты в Сан-Франциско смотришь, что питчат компании, и что они дают. Они говорят, а мы делаем в этот момент продукт или аппаратное, или программное, или аппаратно-программное решение для тысячи рынков. Сингапур, Китай, Австралия, США и тому подобное. Скажите, какая компания по капитализации и по опыту в мире выиграет и не будет ваших российских дронов, а будут диджайные дроны, потому что они на весь мир работают. И вам не нужны компании, которые работают только на конкретный сценарий. Вам нужны компании, которые весь мир умеют конкурировать с ним. И поэтому здесь вопрос не кейсов даже, конечно. Это доказать, что они лучше. Давайте сразу поймем. Никто, никогда, наши дроны с вами никуда не выпустят. Серьезно? Абсолютно. Коллеги, коллеги, мы сейчас сплетите. Мы уже свалились в холивар. Мы эсферический конь в вакууме, можем до завтра обсуждать. Вот коллеги из Герускана, как минимум гражданскую... Нет, я вам могу сказать. Слушайте, я вот в деловой России там стою давно, да? Я вам просто одну секунду скажу, послушайте. Реально, крупные фирмы всегда, всегда, просто это я не афиширую, сталкиваются с серьезным противостоянием государств в целом. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Хорошие продукты имеют, выходят, там сопротивление. Знаете, какое? Даже, может быть, не явное. Их, их. Я сейчас начинаю компенсировать. Вот здесь стоят дроны, работающие на пикс-хоуке. Пикс-хоук нельзя продавать, напрямую запрещает оборонка их производителю продавать, потому что это технология из военной вещи. В пикс-хоуке есть у каждого студента, инженера 4-го курса, у себя в заказе. Иван. Сейчас мы будем рассуждать сами, что мы на марсе будем делать. Давай сначала долетим. Я психанул. Итак, возвращаю дискуссию к конкретной технике. Я согласен полностью, что решение задачи в глобальном масштабе гораздо интереснее и гораздо эффективнее, чем в локальном. Но, если мы берем глобальную задачу и в локальном не можем достичь решения, то есть даже в частном, то, может быть, глобальная задача не правильно сформулирована, может быть, она не имеет решения. И вот сейчас у нас есть на обсуждении кейс, который на самом деле имеет очень неоднозначный результат. Мы вот обсуждали кейс с лодкой, обсуждали, завтра будем кейс с датчиком во дворе, и там гораздо понятнее и проще его история. Здесь мы видим запрос от администрации. Я сейчас попрошу кратко его изложить в нескольких словах, а что в городе является конкретной болью, не выдуманной, а вот что действительно происходит. И мы, вроде бы очевидно, можем решить эту проблему той техникой, что сейчас существует, вот на первый взгляд, не специалистом. И что ж там, какая проблема, берешь, запускаешь дроны, и все сразу становится видно. И пытаемся эту задачу решить просто, ну, разложить ее на составляющие. Понимаем, что там есть неочевидные, но достаточно серьезные затруднения. Если мы частную проблему не можем на данный момент решить, то с глобальной можно, как минимум ее нужно обсуждать отдельно. Так вот, Александр Николаевич, извиняюсь, Игорь Николаевич, объясните, пожалуйста, у нас в лесу есть, у нас в городе большой ценный лес. Какая у нас проблема есть? Давайте расскажу. В 2010 год Тольятти столкнулся с первым серьезным, скажем так, происшествием в истории вообще существования города. Тот лес, которым все гордились, внутри которого стоял санаторий, естественно, на всю Россию, где лечили людей с заболеваниями легких. Серьезный пожар, десятки тысяч гектаров в центре города, между районом, значит, задействованы силы и средства, значит, итальянские самолеты и так далее. Лес потеет. Значит, проходит определенное время, мы стараемся, значит, его восстановить. Общественные организации привлекаем свои деньги, тратим, сажаем. В последнее время лето достаточно жаркое, понимаем, пятый класс пожарной опасности. Значит, у нас, давайте так вот скажем, прошлая неделя у нас семь дней, семь возгораний в лесу. При всем при этом, что в городе еженедельно более 800 человек будет на патрулировании, действует семь маршрутов патрулирования. Максимум, что удалось добиться ногами, назовем этот термин так, ногами, это поймать пожар на начальной стадии и не выпустить его с превышением свыше 400-500 квадратных миллионов. Но при всем при этом, как бы сразу на примерах, они интересны. Да, в городе Тольятти сборная Швейцарии на чемпионате мира, все здорово, второй день пребывания. В 23-м весном квартале пожар, горит порядка, ну, более десяти гектаров леса. Дым в противоположную сторону от гостиницы, где проживает сборная Швейцарии, но при всем при этом мы в течение дня тушим этот пожар. Хорошо ветер не изменился, хорошо не эвакуировали сборную международного топ-уровня, она в топе 6 тогда была. Подвели итог короткий, 6 миллионов рублей. Городу и городским организациям, значит, стоило вот эти полдня забегов, борьбы с кострами. В прошлой неделе 6 пожаров, которые либо по неосторожности, либо по злому умыслу, вот мы сейчас отрабатываем этот вариант тоже, причинили городу примерно сопоставимый тоже многомиллионный ущерб. Значит, начинаем задумываться, во сколько нам обходится вот это ножное патрулирование и вот этот субъективный мониторинг ситуации. Задача простая – выявить, просигнализировать, а дальше включается алгоритм работы. Сначала, скажем так, особого противопожарного режима три месяца, ну, то есть десяток миллионов рублей – это не прямые затраты. Это заплата людей, которые принимают участие в патрулировании, это сопровождение их работы, транспортное обеспечение, значит, технологическое обеспечение, минимальное и так далее. посчитали, прослизились. Мало того, есть еще один фактор. Вот есть пустые участки лесов, которые никто никогда не хотел. И все нормально, вроде он стоит, нетронутый, как только, значит, мы запускаем туда машину патрулирования, через 3-4 дня, значит, небольшие, но возгорания. Задаем первый вопрос – патрулеры-то курят? Ну, не без этого. То есть, получается, хотим ситуацию улучшить, хотим своевременно выявлять, хотим объективно работать, но сталкиваемся с кучей моментов. Волонтер. Ну, кто есть волонтер? Человек, который свое личное время тратит на пользу общества, но при всем при этом ответственность это, ну, так вот, объективно, не несет. Можно сказать спасибо, да, пожурить, но наказать практически не получается. Первый момент. Второй – человеческий фактор. Ну, хорошо, до 22 часов, да, походили, а дальше ночь, мрак, лес, людей там оставлять, ну, над людьми просто вздеваться, да. В ночное время мы понимаем, что факт выявления возгорания, камеры, которые у нас есть, старые, убогие, да, сигнал выходит на монитор, за которым сидит, скажем так, бабушка-божий одувальчик, вот. В ночное время, по сути, не работает. То есть мы понимаем, нам дорогие первые 40 минут, да, это как бы 20 минут при инсульте. При пожаре нам дорогие 40 минут, при условии, что нет сильного ветра. Нам желательно выявить для того, чтобы мы среагировали, и в лучшем случае через час первая машина приезжает. Поэтому обратились вот к ребятам, которые на сегодня обладают технологией, которая позволила бы нам заменить вот этот многотоп лесной, да, средствами объективного мониторинга. Эффективного достаточного, да, который практически ни от чего не зависит. Даже ответного в том числе. Все при этом посчитали, ребята всклочные, мы четко поняли, да, что отдельно взятая технология не позволяет решить комплекс куб городских проблем, да. Нам, ну, если уж говорить об объективном мониторинге, нам не интересен просто сбережение леса, да. Вопросы экологии важны. В Тольятти есть некоторые свалки, в которых в свое время закапывали цветной металл, и которые некоторые товарищи считают своим долгом раскопать, да. А это скрывает и тело рекультивации, да. И серьезную такую свалку мы для того, чтобы только закопать потратили порядка 6 миллионов рублей, а на рекультивацию ее ушло около 150 миллионов рублей. Вопрос, а не проще ли заключить договор, да, с организацией, с двумя организациями для того, чтобы, ну, территорию городского округа, не обязательно Тольятти, да, обезопасить именно в части, а, выявление факта нарушения, да, маршруты, точки были, мы знаем, мы же говорили как раз, да, что есть определенные административные ресурсы получения разрешения. Нет, окей, давайте простое техническое задание. Мы рисуем маршрут и говорим, нам интересно раз в час объективно получать информацию. Начинаем прорабатывать, он говорит, для того, чтобы информацию собрать, либо в ручном режиме быстро, да, флешку, либо надо приземлять, значит, ну, вам, специалистам, наверное, лучше каким-то образом этот сигнал обрабатывать, передавать бабушка, там, или уже нормальный диспетчер на 112, его должен принять и так далее. И вот увязать вот эти вещи уже сложно. Но первый шаг на сегодня, я вот официально являюсь первым заместителем главы администрации города. Вот. На сегодня однозначно говорит, нам дешевле на сегодня использовать вашу технологию и продавить разрешения, которые вам нужны для организации этих полетов, для того, чтобы, а, исключить субъективный фактор, б, сократить время реагирования и, в, спать абсолютно спокойно. Мы четко будем понимать, даже что машина, она взлетела и передала все, что нужно. У нее не заболела нога, к ней там не приехала девушка, пока она патрулировала. Много факторов. Поэтому, да, однозначно, и это не только проблема города Тольятти, да, лесные пожары, экологический мониторинг, это проблема любой территории, если будет предложен комплексный механизм решения этой проблемы, дешевый. Ну, мы понимаем, пять лет назад, мы над этим даже не разговаривали, потому что ценник был бы просто космический, да. Сегодня технология позволяет нам уже, мы однозначно говорим, что это стоит дешевле, чем ногами ходить и машину посылать. Еще через десять лет это будет вообще, наверное, просто, ну, очевидно, да. Поэтому, если от представителей власти, ребята, мы заинтересованы в этой технологии на сегодня, вот, мы понимаем, что вы продвинулись гораздо дальше, да. Там у нас начинают умничать и задавать вопросы, а вот как вы, там, этот пожар, вот однозначно говорят, давайте их задание. Вам нужны тепловизоры, вы скажите, какого разрешения, да, чтобы он отличал температуру тела, условно говоря, от температуры костра, либо температуру костра от температуры начинающегося пожара, там, да, условно говоря, там, полметра квадратных огня от десяти метров квадратных. Давайте задание. оплачивайте, а может быть, в некоторых случаях и не оплачивайте, потому что им тоже интересно развиваться в этой части. Мы готовы. Мало того, мы тоже готовы. И вот мы сейчас разговариваем, у нас сейчас утверждение бюджета. Я время занимаю, да, но просто хотелось бы на примере отдельно взятого города. Ругают административный ресурс барьера. Мы сегодня дошли до того, что интересно и нужно уже. Просто боль Саши Капитонов поймите. У нас мы в Петербурге хотели между двумя корпусами ЭТМО для примера показать первую в мире доставку. Знаете, картина какая красивая? Васильевский остров Петроградский. Два корпуса ЭТМО. Хотели отправить трона, показать, что можно летать в городе безопасно, уведомить все службы одной транзакции. Вот как раз наши технологии. Мы публикуем и строим маршрут. Саша Капитонов добился, что ректор Васильев сходил в администрацию. В администрации Саша в итоге вы получили вот такой список согласований. Саша? Я за администрацию Тольятти могу вам сказать. Все, что хотел сказать, я сказал. Все, отлично. Мы рады, что есть такие места. Вы как раз дали очень хорошую подводку под эту историю, которую мы сейчас будем рассказывать. Потому что мы, как могли, сформулировали решение этой задачи, разбив ее на несколько этапов. Во-первых, более простая задача оказалась – это свалки. Потому что свалка сама по себе маленькая. И ее легче запрограммировать саму… Координаты известны уже, да? Координаты известны. Задача понятна. Четко мы понимаем, что там происходит. И в жизни просто мы не успеваем ногами это поймать. Там все, состав преступления отсутствует. И поэтому мы начали именно с этого кейса. Выбрали из нескольких таких полигонов, которые страдают от раскапывания черного. Что мы можем предложить по поводу этого полигона? Он расположен вот в этой части города. То есть, ну, сравнительно на Атшибе. И здесь мы провели первый полет. Он здесь сравнительно длинный. Я постараюсь отмотать. Собственно, легенда полета такая. Стоит база с дроном, который ждет сигнала с координатами. У него на сайте, допустим, выложен интернет-магазин, выложен с несколькими рейсами, которые он умеет выполнять. Один из них – это рейс на ту самую свалку, полигон, который находится в тех координатах. Как только происходит тревожный сигнал, что в этом месте что-то непонятное, может быть, кто-то пересек сигнал протектор движения, можно в этот же момент заключить сделку с этим коптером, с любым другим в радиусе достижения, который слетит туда, слетает, и отправит нам картинку с задержкой в несколько минут, не в полчаса, как в случае с патрулем это произойдет, и его сложнее заметить. Тем более он на хорошей высоте будет летать. И вот он долетел до этого полигона, прошло полторы-две минуты. Естественно, это видео прототипное, его можно сделать в разрешении 4К, чтобы потом можно было детали вот так вот, как портянку растягивать. Но вот мы получили картину, что вот здесь условный трактор, который пытался раскопать, спустя две минуты после выявления угрозы уже заснят на видео, и вот мне как раз нужно понимать, кроме этого что-то нужно дополнительно, чтобы состав преступлений присутствовал. Сделка у нас имеет время, она имеет координаты условия достаточно четкие, то есть это то, что требует для видеофиксации. факта нарушения действующего законодательства. То есть, что делают товарищи, которые копают? Значит, по периметру, на дороге выставляется автомобильчик с рацией. Как только автомобиль патрулирования, автомобиль ГАИ, автомобиль УВД, значит, подъезжает к месту раскопа, значит, поступает сигнал, товарищи выпрыгают из своей техники, значит, совершают вид прогулки, техника вроде того, что, ну, мяча, припаркованный и так далее. То есть, важен видеофиксация самого факта нарушения. Этого достаточно? Вот если бы там был экскаватор, который в этот момент работал? Да, если бы он приспустился, дрон, да, и снял либо номер, ну, как правило, у экскаваторов, у тракторов, они на бортах записаны, там достаточно большие, поэтому, да, этого было бы достаточно. Цена вопроса здесь, я могу однозначно сказать, нам нужно поймать одного для того, чтобы в судебном порядке повесить на него, ну, вопрос рекультивации, а это, ну, в данном случае, на несколько десятков миллионов рублей точно. То есть, в данном случае, цена данного кейса, мы его даже не считали, вот, в экономику, но она уже несопоставимо меньше, чем возможная польза, правильно я понимаю? Ну, правильно, и еще, Иван, можно вернуться вот назад, как только дрон взлетел чуть-чуть, я сейчас просто покажу, у нас горела именно эта свалка, что такое горящее тело свалки, видите, вот дальше город, да, если дует ветер западный, а дрон как раз сейчас запада у нас летит, значит, вот продукты горения, а там целлюлеза, тело свалки глубиной в 9 стажей. Значит, когда она начинает гореть, ее водой простой потушить невозможно, то есть, нужно сверху делать саркофаг, прекращать доступ к кислороду, и то она не тухнет, там внутри происходят свои факторы. Мы столкнулись 6 лет назад, она горела, действительно, МЧС расписалась с тем, что, ребята, мы тушить не можем, поэтому мы загоняли туда технику, но город находился в стадии угрозовой степени чрезвычайной ситуации. Вот цена до того, что у нас отсутствует объективно. А вокруг городского круга Тольятти вот таких объектов, ну, с десяток точек, которые нужно объективно смотреть. Хорошо. То есть, вот первый кейс, который мы взяли как самый простой, он действительно оказался вполне понятным и реализуемым. После чего мы... Примитивные меры, можно еще добавить, сделать нужных точках, где стоят с радцами люди, знак, что здесь идется контролирование без ПВ. Ну, собственно, как только эта штука будет реализована, потеряется смысл. Значит, предъявление руководителю организации предписание либо повестки для явки для дачи объяснений с предоставлением материалов, поверьте, ну, эти товарищи между собой общаются, у них очень хорошая коммуникация. После первого сценария. Первый факт, да, первый выявленный факт, я больше чем уверен, он просто прекратит вот все это, потому что, ну, пойму, что не будет человека, которому можно дать, там, 500 рублей, да, и с ним договориться, не будет человека, который не приедет, да, а эта железяка, она раз... И причем здесь не надо часто летать. Раз в полдня, да, и все будет понятно, есть динамика по раскопам, либо нет. Поэтому, я говорю, первый выявленный факт, он остановит и прекратит практически все. Здесь в данном кейсе мы вывели за скобки, как мы получили сигнал тревоги. Это достаточно простая задача. любой наблюдатель, любой датчик движения, и вот уже сигнал пошел. Кейс полностью автоматизирован, оператор в данном кейсе не задействован, то есть дрон может дежурить, ну, круглогодично, условно говоря. Я, конечно, утрирую, но, тем не менее, это близко к тому. Мы, соответственно, подошли к второму кейсу, который, собственно, пролез, и попытались воспроизвести ту же самую картину. Взяли условно, откуда-то мы взяли координаты, которые нужно проверить. Дрон точно так же взлетает по сигналу тревоги, и мы получаем, казалось бы, ну, то же самое, что в предыдущем кейсе. Тоже все очень понятно и интересно. Интернет появились. Можно один вопросик задать? По поводу горения свалок, оно визуально вообще отличимо, как бы свалка горит или не горит? Ну, смотрите, сначала, вот пока ее не тушат, и пока она вот такого глобального масштаба не взялась, да, от открытого огня, как правило, вот такой слабый, а в основном выражается запах, да, и дыма открытого такого вот серьезного нет. То есть, если совместить фиксацию, например, можно совместить фиксацию датчиков на дроне, у нас просто, правда, вместе с датчиками, вот, и можно совместить фиксацию выделения горения, вот эти горючки. Честно, ребят, это уже вторая задача, да, она, скажем так, она плохая. Вот выявить горение на свалке, да, это уже все, мы проспали, да, готовим кучу денег, едем и закапываем. Значит, наша задача, да, вот вообще фиксация любого активного движения, вот здесь. Не обязательно копать, да, есть непреодолимое желание у многих субъектов просто лишний кузовок КАМАЗа вести на полигон и платить за это деньги, да, а свалить, условно говоря, вот на территорию, которая рядом здесь есть. Там на видео мы видим... Да, и задача в том числе, и задача в том числе этого дрона, и эту территорию мониторить. И любой КАМАЗ, который мы видим с мусором, который вываливает этот мусор, ну, тоже, соответственно, становится объектом внимания определенных структур. Все понятно, как эта работа не такая дорогая, вот, однозначно, да, но цена ее качественного выполнения очень высока. Тольятти это точно понимает. Может быть, Питер, ну, слава Богу, если там ничего серьезного не горело, да, вот, поэтому там можно задумываться о том, что, ну, да, там, спокойствие жителей, да, там, сохранность объектов, там, приведите, кстати, на кого-нибудь упадет. И вот у нас... Ну, просто пять служб, с которыми надо сразу же согласовывать было одновременно. В рамках этого кейса, расширенного в лесу, мы столкнулись с тем, что здесь принять за, ну, неизвестную величину, как мы получили координаты, уже не получается. Лес 80 квадратных километров, а свалка одна. В свалке достаточно просто сигнал триума. То, что в нашем лесу мы нашли, и то, что расцениваем, как нормальная закладка для организации поджога. Ну, да, горит не хорошо. Даже не потушь. Если над свалкой пролететь, эта задача оказалась, ну, очень простой, то пролететь над лесом уже недостаточно. Первую задачу мы решили точно так же. Она точно так же автоматизируется. Мы получили координаты, дрон взлетел, передал видеосигнал, и вот в данном случае он спугнул хулиганов шумом винтов. Но... А что эти детали сделать? А я покажу. Какие-то балки? Совершили движение. В любом случае, вот, произошел некий сигнал, что вот здесь происходит нечто. Ну, опять же, по легенде съемки. И вот он летит на эти координаты, обнаружил, что там машина, что-то происходит, ребята что-то таскают. И вот он вроде бы сделал то же самое, что в предыдущем кейсе. Но откуда мы получили эти координаты в лесу площадью 80 км? А, не бросили и побежали? Какие-то палки там бросили, да. При всем при этом я прокомментирую. У нас особый противопожарный режим, и на этот период посещение лесов в колете запрещено. Два лесника стоят на въезде около Макдональдса. Это не лесники, это сотрудники муниципального предприятия охрана общественного порядка. Кстати, просто к слову, за время съемок мы там несколько дублей делали, вот эту историю, тут по вот этой дороге проехало несколько машин. Они просто именно в данной съемке отсутствуют, но движение там сравнительно интенсивное для леса, где вообще это запрещено в принципе. В итоге эту задачу мы для себя решили. Хорошо, мы можем автоматизировать вылет по координатам, но как эти координаты получить? У нас есть несколько решений на эту тему. Мы концепт скворечника, в котором есть датчик дыма или любой другой сенсор, который подает нам сигнал тревоги, но он может зацепить только сам шлейф горения. и на 80 квадратных километров их нужно столько штук, что теряет экономический смысл, физически датчики в лесу размещать. Максимум, что они могут нам дать, это карту выгорания, когда они по очереди выдают сигналы тревоги, и вот мы видим, где уже выгорело. Сенси сгорают. Да, все, я умираю. Такой крик души. Очевидное второе решение. Нужен постоянный мониторинг всего леса, скорее всего в инфракрасном диапазоне с тепловизорами, весь лес мониторить, чтобы выявлять хотя бы просто факт. Вот здесь что-то подозрительное, вот там что-то подозрительное. Тут мы получаем привязку к координатам, и дрон может вылететь уже с видеофиксацией. И вот мы поставили, собственно, сформулировали коллегам задачу. У нас нет компетенции по тепловизорам, у коллег они есть, и вот мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, что на данный момент из оборудования существует такого, что позволит нам 80 квадратных километров каждый час, просто хотя бы час, тут про 40 минут речь шла, а мы хотя бы просто каждый час над каждой точкой пролетать. И вот здесь я хочу передать краткое, кто расскажет. Антон, скажите, пожалуйста, что сейчас позволяет техника сделать? Ну, смотрите, тепловизор не вообще в России беда. Это всем понятно, это всем известно. Существует несколько типов. То есть, к примеру, у нас на беспилотнике установлено разрешение 640 на 480. на беспилотнике установлено Да, ну, классика. Там на беспилотнике стабилизированной платформе системы автоматического сопровождения, но не суть. Сенсор дает разрешение около 35 сантиметров на пиксель с расстоянием 200 метров. То есть, если мы будем лететь на высоте 200 метров, мы будем смотреть горизонт, изменять угол места, то дальше 200 метров ну, картинка будет расплываться и мало мы чего увидим. То есть, это решается хорошими тепловизорами, это решается оптикой, трансфокаторами, и тут мы опираемся просто на всякой сумме. Там еще маленькая площадь в выявлении. Да, угол захвата камеры это, конечно, да, все связано. И два варианта обследования. Это при помощи самолетного, чтобы камера смотрела вниз ортогонально проводить аэрофотосъемку либо видеораблюдение в реальном времени. Ширина захвата кадра у нас где есть 50 метров получается с высоты 200. Мы можем провести обследование в местности. Но это будет занимать время. Второе решение это вешать инфракрасник. Там, к примеру, в нашем изделии на кабеле висит 150 метров и может фиксироваться около километра приблизительно за 10, за 20 км. Мы и по площади его не можем запустить. Понятно. В точку, да. Если мы поднимаем на высоту 150-200 метров привязной это все-таки не город, где высотность разная. Обзор это все-таки лес, в котором примерно 30 метров. там еще есть неровности какие-то. Мы поставим на высоту на мансатин то есть у нас привязной беспилотник радиус, например, километра полтора-два значит пьер квадрат мы понимаем какую мы площадь можем захватить и вот в этой же точке находится твой беспилотник. И тогда мы понимаем что самая дальняя точка это ему пролететь 2 км. То есть он понимает что вот там с горами произошло он туда его отправит это 2 км. туда его обратно. То есть он азимут задает. Да, все. То есть он пошел слетал то есть сфотографировал переслал и люди понимают что случилось. Все понятно. То есть ему не надо там откуда полететь через весь город там куда-то. Зачем это можно? Все. Мы вот закрыли и мы кстати разрешение получаем вот эту область. Все. У нас ничего нет. Вот это вот решение если совмещать вот с этим потому что если смотрите самолет того типа мы можем над всем Тольятти летать. Сразу все перекрыть. но тогда это становится как бы вопрос все равно ты будешь размещать в разных точках эти свои бесплодники небольшие которые будут локальную задачу решать. Мы по дронам получаем радиус 5 км. Он захватывает ну двумя станциями можно захватить весь Тольяттин скелет. Ну хорошо. Всего 2 станции. r квадрат значит r это 5 км. Сколько таких базов нужно? 25 на 3 75 квадратных км. То есть если радиус у нас то есть это вот такая площадь. То есть на самом деле достаточно одного будет в каждой точке у вас 4 точки зеленые в центре каждой точке одна такая привязная система и например два на всякий случай или три дрона которые там взаимозаменяемые что было. И в этой вот в этом локальном зеленом зоне вопрос решен. Причем решен как бы то есть он будет привязан намного меньше рисков связанных мы уже как бы думали над этой темой да. То есть даже у нас привязной условно говоря что-то с ним происходит за то время пока едет бригада его чинить мы можем эти три коптера спокойно запустить по определенной программе которую просто поднимутся то есть на время ремонта они закрыты вот эту систему можно сделать абсолютно автономно без людей он висит каждый постоянно мониторит вот это значит 360 градусов на этом радиусе да и передает команду вот это диагональ порядка семи километров ну то есть мы в центре ставим здесь около 12 сколько таких привязных нужно чтобы закрыть и над чем они должны быть привязаны то есть нужны какие-то стационарные объекты мы уже разговаривали на эту тему насколько я понимаю там же вот на этих территориях есть учреждения которые принадлежат вот вот забор то есть мы можем совершенно спокойно поставить на охраняется ну то есть условно говоря вот например если есть решение вот для этой зоны есть решение там мы там ставим на территорию городского объекта там есть охрана уже есть питание все мы согласовали подключились все мы там здесь есть смотролесное здесь радиус во все стороны больше двух однозначно здесь по-моему вот это плечо четыре километра в смысле радиус ну вот если мы от этой точки свети пять если мы отсюда начинаем давайте два поставим смотрите матриз самый нижний уровень профессионального рыночного трона он пять километров пять километров неправильность действия пять километров идентификации на опыте нет смотрите у нас первая задача нет маленький ты имеешь в виду тот который долетит да смотрите давайте так во-первых встречный ветер может быть синий то есть мы уже мы должны понимать нам все-таки в идеале там надо какое-то время находиться может быть вопрос в том числе мониторинга то есть как распространиться пожар то есть он уже загорелся да в идеале чтобы дрон висел пока не приедет чтобы понимать еще одну машину отправлять две машины десять машин либо не отправлять все то есть первую задачу мы решили если мы он уже кого-то вызвал все наша задача уже решена там все остальное это тонкости две или три вызывает но вопрос в том что если матриз тот же самый он долетит из лесного до края леса самое дальнее вот это плечо 5 километров в лесу еще матриз он летит ли дальше 700 вот мы протестировали матриз это это так стремительно вот у нас есть как бы решение которое мы предлагаем да то есть вот этот привезной дрон который висит сейчас объясню вот этот дрон который висит на высоте там 150 или 200 метров он выступает в том поскольку он привезной у него нет проблем там с питанием с батареями конечно смотри он будет выступать источником радиосигнала приемником и передачи поэтому на открытой местности мы достаточно хорошо можем в реальном времени принимать значит сигнал допустим видим на каком-то там посмотреть то есть в этом плане можно решить все таки лес не город да где там ну там разные здания не понятно стационарные посты которые какое-то радио закрывают всегда будут эффективнее если можно где-то точно регулярно мониторинг потому что это будет просто по амортизации дешевле просто в итоге вопрос у меня конкретный вы вопрос зарядится 25 минут он сравнительно дешевый амортизация она и в вашем случае будет очень большой у меня вопрос другой вот он висит ваш привезной у него тепловизор у тепловизора если он по горизонтали смотрит дальность 500 ну вообще если он еще корректно настроен и кто подходит к текущей условия освещенности а вот тут смотрите если влажность воздуха это перечисляется даже там дистанция может сократиться ну вот 500 метров а у нас если радиус 500 то таких дронов должно висеть над лесом десятка два это все решается конкретно примитивно вот как вы смотрите вспомните да то есть несколько лет назад камеры были черно-белые смешного разрешения было невозможно да но вот эта система мы просто камеру поменяли и все понимаете в чем дело сегодня у нас их стоит 3 в этом лесу с теми камерами которые есть доступны по деньгам я имею ввиду да то есть потому что та которую мы хотим все закрыть стоит например 20 миллионов то зачем нам дешевле поставить 2 с камерами или 3 попроще завтра вышли например более современные камеры дешево да мы значит ставим один вообще проблем нет потом мы это все равно совмещаем с видеоизображением дым там еще что то вот видеокамера понятно разрешение там серьезное тем более вот эти вот аномалии температурные надо еще учитывать то есть дым появился потом температурные аномалии в том числе и может быть и в воздухе то есть если от большого очага возгорания поднимается вверх достаточно теплый воздух то есть он будет все равно аномальный теплый это же лес это не город где непонятно что происходит здесь вырос какие то еще мы запутались в лесу такого быть не должно любая температура нормального лесу это подозрение какое то отправляем туда вот так раз говорите просто о самом важном моменте который у нас возникал в россии мы разговаривали за Байкал-Симхайем у них там вы знаете проблему насколько она актуальна у них прям вот прям друг за другом они там в марте мы страдаем потом соседний регион в апреле пошел Байкал и вышел ну смотрите вопрос просто заключается в одном нам приходят и говорят нам нужен беспилотник это было два года назад который летает на 200 км будем мониторить удаленные очаги вот слушайте вот я вам могу сказать вот мы столкнулись нам пришли ФСБ и сказали нам нужен линейный объект 300 км труба нефтяная понятно что привезной не поможет это бессмысленно и вот тогда мы запускаем свой который летит 200 км в час я просто хочу подвести обобщение что здесь самое главное что нужно единственное решение сделать в реальности это не видеть себе конечную картину даже всего того что есть а начинать от самого простого не требует да вам чтобы по идее все это должно в конечном итоге мы и так понимаем инженеры нейронка обрабатывать объективным сервисом множество видео в разных спектрах давать еще при этом какие-то суждения и рекомендации здравостроительства по поводу растущих деревьев в одном месте и не растущих в другом вопрос в том что мы предлагаем каждый раз самое главное начать хотя бы начать чтобы то что сегодня реально можно сделать это принималось в таком виде то есть мы не можем летать на 200 км но мы можем полететь на 5 км одно место математически разметили область где больше всего возгорания вероятности и ближайший муниципальный объект все поговорили человеку мы дадим на полгода который может за беспилотным стоять беспилотники есть хотите присоединиться к эксперименту давайте повесим подвесного еще дрона мы лично готовы делать одну дронбазу точно в городе мы ее даже готовы протянуть в течение ближайшего года за свой счет чтобы экспериментировать и смотреть по поводу расходов смотрите у нас мы с вами знаем что батареи расходный материал количество цветов пограничных если постоянно мониторить именно с пилотником станет вопрос о том какой ресурс сколько это будет стоить при вездной дрон ничего не требует он отправляет этот несчастный пилотник тогда когда есть подозрение это может быть 1 раз в день может быть 2 раза в день а может 1 раз в неделю мы не знаем то есть тут ресурс совсем другой То есть вот в чем. Тут может быть эффективно. Это все вопрос о том, что нужны эксперименты. Спада здесь вопрос к другому. Мы не делаем, например, привезного трона. Если вы согласны, вот здесь еще просто, если вы согласны взяться, поэкспериментировать, поднять... Мы не согласны, чтобы это делать. Вы не спорите, что мы не согласны. А мы будем летать самолетом. Смотрите, мы можем запустить и большой. Мы можем, что эффективнее вообще в принципе. Можно и большой самолет запустить, чтобы он постоянно баражировал. И всю вот эту вот огромную площадь, например, фиксировал. Предлагайте это с вашей стороны и подсоединяйтесь. Давайте я тогда попробую резюмировать. У нас есть какая-то картинка, которую мы можем обсуждать. У нас еще нет готового решения, но есть уже точки соприкосновения. Мы можем со стороны двух компаний, которые имеют половинчатое решение, договориться о том, что мы будем формулировать совместный эксперимент. Потому что то, что мы пролетели на Матризе, это небольшое решение задачи. Нужно все-таки в комплексе потестировать. И администрация может в данном случае выступить интересантом и сказать, да, весь лес пока не получается. Это либо безумно дорого, либо бессмысленно. Но давайте мы или участок какой-нибудь выделим, то есть чтобы прям в шефство, да. Вот небольшой участок, который мы реально переварить сможем в рамках эксперимента, но в котором результаты будут как минимум не бесполезными, интересными. И тут можно уже начать разговор о масштабировании дальнейших. Первый эксперимент в этом участке удался. Защищаем следующее развитие вопроса. Мы какие-то затраты можем понести от себя. Коллеги от себя понесут. Администрация может задуматься на том, что она может софинансировать. Понятно, что 44-й закон... По какой-то части она уже готова выступить к заказчику. Да. Потому что провести... Я прекрасно понимаю, что такое бюджет и что такое Дума, и как проводятся подобные вещи. Но для вас это тоже некоторый эксперимент. Мы... Вот, по сути, мы только что заявили во всеуслышание. Тут у нас есть СМИ. Но, естественно, своими силами мы его протестируем, мы сделаем по нему отчет, мы скажем... Ребят, мы вот сделали все, что от нас зависит. А вот здесь администрация может свой эксперимент провести. А может ли она реально такие вещи поддерживать? Желание-то уже здорово, но надо еще протестировать возможность. 44-й ФЗ – это вещь убийственная вообще. Если мы будем именно через нее работать, это безумно сложно. В части уникальных технологий там не так все сложно. Я так думаю, что, условно говоря, компании, которые в состоянии реализовать эту задачу, это не так и много. Иметь игрушку, ну, условно говоря, дорогую игрушку, профессиональную игрушку в виде дрона – это одно. У нас интересен комплекс заданий. Поэтому там будет непростое техническое задание. Вы об этом понимаете прекрасно. И даже в рамках одной достаточно долго работающей в этой сфере компании ее невозможно все-таки решить. Поэтому можно броситься, условно говоря, в авантюру, имея там два дроба и сказать – да-да, мы будем. Но ведь контракт – это что-то такое. Помимо, скажем так, мармелада, есть еще и обязательства. Мне все так просто. – За свой еще и может против вас сделать? – Конечно. – То, что пропустил. – Может оказаться очень дорогим. Так что, мое мнение, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, с точки зрения применения уникальной технологии, вот этой и вот этой задачи, но там не будет очереди точно. В таком случае мы можем резюмировать следующим образом. Итогом круглого стола является некая декларация, может быть, или в какой-то другой форме мы это сделаем, в которой две стороны берут на себя обязательство сделать некоторый эксперимент, просто, ну, согласовывая с администрацией, вы нам поможете просто место выбрать, вдруг там какие-то ресурсы административные появятся. Мы в рамках этого кейса еще не выставляем требований к администрации, что, ребят, это стоит 2 миллиона долларов, и вот за меньшую сумму я с постелью не встану. Но в рамках вот этого решения круглого стола администрация выражает заинтересованность частично помочь этому кейсу. На окупаемость, ну, видите, в данном случае я еще поделюсь, но не могу. Помочь надо, поэтому помочь, да, однозначно. То есть здесь, да, заинтересованности есть, мало того, я же открыто сказал, мы выйдем на дом с бюджетом, с предложением бюджета. Потому что я на сегодня понимаю, что это дешевле. Сроки вам когда нужны? Какова вам они интересна? Ну, как обычно, да? А знаете, как ответ всегда разработчикам? А как раздавать? По сути, смотрите, удачно проведенный, скажем так, проект, удачно проведенный пилот, да, будет одним из аргументов для убеждения. Потому что, да, я же не достаю деньги из своего кармана. Конечно. То есть я должен убедить людей, да, что вот потратить именно вот эти деньги, да, именно на это, нужно и эффективнее. Сколько времени у нас на КО есть на пилот? Чтобы вам было комфортно. Значит, смотрите, есть у меня такое подозрение, да, что к окончанию пожароопасного периода, да, мы как вот так вот серьезно, да, ничего не сделали, да. Зимой у нас, как правило, первый, второй класс пожарной опасности. То есть у нас с вами реально есть зима, да, для того, чтобы определиться с маршрутом. Мы готовы вам дать, значит, весь анализ по территориям, да, статистику по возгораниям, статистику по ущербам, статистику по насаждениям. Потому что мы четко понимаем, да, мы об этом говорили, если плотная хвойная молодежь, она горит быстрее, да, чем пустошь, либо чем лиственный лес. Поэтому вот с учетом этого можно формировать либо маршрут, либо выбирать какие-то зоны, да, в которых, ну, скажем так, приоритетны. Поэтому у нас с вами до весны... Мы все время подготовиться. Давайте тогда до весны, кто со своей стороны возьмет задачу сформировать отчет, ну, то есть наше суждение по обработке этих данных, почему мы такой маршрут выбрали, почему мы здесь будем проводить их с переглядом. То есть взять ваши данные, проанализировать и дать суждение в виде публичного отчета. И мы по этому отчету весной, когда начинается период возгорания, чтобы это имело пользу. Если все живы и желания остаются теми же самыми, то мы проводим весной эти эксперименты, и вы получаете где-то к лету свои результаты 19-го года. Понимаете? Конечно. В таком случае, по итогам Google Store вот эту формальную бумажку мы направим. Посогласовываем немножко, чтобы зафиксировать сами желания. Кроме того, мы можем в понедельник материализовать этот протокол совещания, да, это совещание провести, да, это уже неформальная бумажка, поэтому давайте как удобно. То есть, ну, одно дело декларации, я прекрасно понимаю, на определенном этапе, ну, скажем так, слова превратятся в документ, который, с одной стороны, будет, ну, условно говоря, там, какие-то обязательства констатировать, да, с другой стороны, в другую сторону обяжут за эти обязательства платить деньги. Мы понимаем, это прекрасно, поэтому особо затягивать этот этап тоже не нужно, да, но ударить по рукам на этапе, там, о, взлетел, у, картинка, да, тоже уже, ну, выросли мы с этого возраста, и вы, и мы. Вот, поэтому, то есть, нас интересуют конкретные задачи. На сегодня вы наши родные, вы близки, мы с вами уже определенные шаги сделали, поэтому... Господа, вот, людей научно право отпускать, вначале они пролетят с ними. Скольки ужины? И на этой мажорной ноте объявляется ужин, да? У нас ужин до скольки-то, восьми люди могут попасть? С, я думаю, с восьми. На расписании у нас сколько? Семи. Семи. Семи до воскресеньевых. А, ну вот, все. Там места хватит на всех предлагаю атаковать. Да, я более судим, стал изучать протокол биткоина. Ничего более увлекательного я в своей жизни не встречал, хотя я сам гуманитарий. И поскольку понятен, сложную для гуманитария система невозможна без подружения в языки программирования, в основы программирования, так или иначе пришлось этим заниматься. Что юристы – это первые, давайте назовем так, протопрограммисты. Эти люди, которые смотрят на реальную действительность и пытаются ее осмыслить, выделить из реальности оптимальную модель и изложить ее в неком формальном языке, в юридическом языке, на формальном языке, которым служит наш обычный с вами язык. Со временем, с появлением новых технологий, с появлением интернет, в том числе с блокчейном, программирование в текущем виде стало выходить из той среды, в которой оно существовало на ранних этапах. Оно стало выходить из электронных вычислительных машин. Оно перестает решать только задачи математические, иначе начинает воеваться в общественную жизнь. Она начинает захватывать общественные процессы, пытаться их осмыслять, и тоже начинает регулировать так, как это до этого делала юриспруденция и право. Об этом свидетельствует создание специальных языков программирования, таких как Solidity, которые созданы для того, чтобы описывать бизнес-логику. А это совсем другой уровень восприятия, совсем другой уровень программирования как такового. И в этой связи для меня и для команды Solidity стало очевидным, что мы стоим на пороге новой синергии, мы стоим на пороге слияния двух инструментов и, возможно, зарождения чего-то нового, новой парадигмы регулирования в принципе, новой парадигмы законодательства, если хотите. И, в общем-то, об этом, наверное, вам нужна будет эта лекция. Давайте начнем. А начну я, наверное, с нескольких и не совсем юридических историй. Это законы робототехники, такими, как их вырабатывали фантасты, философы, в том числе и государственные органы. На данный момент нам известно несколько таких законов и сводов, не юридических сводов. Это, безусловно, своды три закона робототехники. Айзика Азимова, известного писателя-фантаста, который первый представил общество будущего не в виде антиутопии, а в виде прекрасного вследового будущего, в котором человек-робот сосуществует. В 1994 году выходят законы робототехники Тимбена. В 2011 году две британские организации, которые занимаются выдачей граммов, создают пять принципов для дизайнеров и программистов роботов. И семь хайлайт-месседжес, ну, это некие такие общепрограммные заявления по поводу того, как нужно относиться к этой новой области знаний. В 2016 году Сатин Анделл выпускает свои законы, и в 2017 году Европейский Союз выпускает civil law books on robotics, о котором я попозже скажу более подробно. Еще немножко, возвращаясь к предисловию, обратите внимание, здесь вы можете увидеть некий псевдоход, давайте назовем его так. Попытка юриста осмыслить нормативные заявления, которыми на самом деле являются законы робототехники, в виде псевдохода, по попытке выделить в нем синтаксис, подсветить его таким, каким я его видел. Простите, я не программист, но тем не менее. Это не такие законы робототехники Айсика Зимова. Они, наверное, всем известны, но давайте быстро их поговорим. Первый – это робот не должен вредить человеку, либо путем своего бездействия допускать, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен причиняться приказам человека до тех пор, пока не противоречит первому закону, и должен защищать свое собственное существование до тех пор, пока это не противоречит первым трем законам. Дальше Марк Тинжер – это робот-физик, наверное, так это можно сказать. Он занимается тем, что создает, воспроизводит сложные движения роботов. Он в свое время, в 1924 году, тоже выразил свое восприятие закона робототехники, но выразил на специфическом для себя литве. Он обратил внимание на энергетические потребности роботов. Его закон озвучал следующим образом. Робот должен защищать свое собственное существование, так же, как и у Азимова, и должен получать и обеспечивать доступ своим собственным источником питания, и постоянно находиться в процессе поиска источников питания. Да, очень специализированное направление, узкое видение, но, тем не менее, оно было сформулировано для пирамидов. Дальше переходим к государственному восприятию робототехники, государственному восприятию того, что должно быть. Две декарственные организации, как я уже сказал, они удают гранты. В основном гранты на исследование, на обучение студентов после окончания не высшего учебного наблюдения. Эти принципы в 2011 году говорят нам о следующем. Также повторяется, наверное, закон, который озвучили практически все предыдущие законодатели. Робот не должен убивать либо убедить человека. Здесь в этом своде появляется довольно интересное заявление, что человек является ответственным агентом. И именно человек, а не робот. А роботы являются всего лишь инструментом для достижения целей человека. Очень важное положение, о котором у меня тоже чуть позже, я к нему еще и зовусь. Роботы должны быть созданы таким образом, чтобы обеспечить свою собственную сохранность. Они являются артефактами. Ну или по-другому можно перепозировать. Они являются продуктом. Это продукт человеческого творчества. Это создание. При всем при этом он не должен быть создан таким образом, чтобы эксплуатировать человека. Потому что человек, благодаря наличию эмоций, в отличие от робота, он слаб и он подвержен эмоциональному отлику. Он может зависеть от робота. И это, кстати, во многих фильмах фантастических проявлено. Например, недавно вышел сериал Хьюманс, если вы видели этого робота. Там было очень четко показано именно вот это эмоциональное взаимодействие с роботом. И таким образом происходит... Каким образом человек начинает зависеть от этого робота. Таким образом, в среде, в которой существуют роботы и люди, должно быть возможно говорить человека о роботе, отделить его, разорвать вот эту зависимость. И всегда должно быть понятно, кто отвечает за робота. Кто несет за него ответственность, если он не несет за него сам. Дальше, в этом же 2011 году, для этих организаций выходит High Level Messages, как я говорил. Это общее направление. Здесь довольно профессионально, но мне не очень получилось перезложить это более или менее структурировано. Потому что предыдущие тексты были нормативные. А здесь просто такие базовые заявления. Например, что организации верят, что роботы будут позитивно влиять на общество. Эти компании хотят заниматься исследованием. Они понимают, что плохие практики – это всегда плохо. Это очень важно. Это больше базовые вещи, которые направлены на формирование сообщества, на формирование и увидение самого себя. Например, они обращаются к сообществу инженеров, робототехников и говорят, что нужно формировать стандарты практики. Наверное, как и во всех отраслях. Они говорят о том, что эксперты робототехники должны общаться с экспертами из других отраслей – из социальных наук, права, философии, искусства. Мы живем в эпоху конвергенции наук. И тем более, эта техника, которая находится на стыке и огромного количества наук, она должна также взаимодействовать со всеми другими областями знаний. И, безусловно, они ставят вопрос, наверное, то, как не государство должно поставить вопрос об этике. Здесь появляется понятие «этика прозрачности». Поднимается вопрос о том, насколько должна быть вся эта система прозрачна, где граница в этой прозрачной, нужно ли ставить эту границу и прозрачности. И тут небольшое такое, наверное, о наболевшем. Они говорят, что если в прессе появляются какие-то неадекватные заявления, не надо огонь на спорить с людьми, нужно попытаться выйти на контакт и донести довольно-таки сложные категории, не мурил, чтобы принести их в том числе и в общество. Кстати, Наделла – это село Microsoft, не больше, не меньше, до этого был вице-президентом, занимался солнечными технологиями. Он также вырабатывает свои законы в 2016 году. Он их привязывает к искусственному интеллекту и говорит нам следующее, что искусственный интеллект должен помогать человечеству. Искусственный интеллект должен быть прозрачным. Это значит, что человеческая автономность и его независимость от роботов должна уважаться. Это значит, что человечество должно понимать, что происходит. Они должны понимать, что такое робот. Они должны понимать, что от него ждать и как с ним вообще взаимодействовать. Искусственный интеллект должен максимализировать эффективность и не должен нарушать человеческое достоинство. Также относится к тематике этики. Продолжая тему понимания человечеством робототехники, Нандел говорит о том, что искусственный интеллект должен быть алгоритмически осознаваемым, он должен быть алгоритмически счетным таким образом, чтобы у человека была возможность откатить назад. Ну или там, коркнуть и откатить назад. Ну вот как бы это вот про эту сумму. Ну и наверное давайте перейдем к, скажем так, базовой теме. Это Civil Role Zone Robotics. Это документ, который появился в семнадцатом году. Прежде чем я расскажу, чем этот документ наполнен, мне нужно немножечко объяснить буквально в двух словах смысл назначения этого документа, потому что это не закон. И на данный момент закона на уровне Евросоюза, который касается робототехники, в том виде, в котором уже понимают юристы, нет. Вот здесь вот слева нарисован порядок взаимодействия между органами Европейского Союза. Есть на сегодня Европейского Союза, которое формирует парламент. Ну вполне понятная модель. И Европейский парламент направляет в Европейскую комиссию, которая является исполнительным органом, некое предложение. Почему? И что это за предложение? Дело в том, что Европейский парламент, будучи законодательным органом, законодательной инициативой не обладает. Он может принимать законы, но выносить предложение о том, чтобы принять закон самому себе, он делать не может. Поэтому в Евросоюзе придумана конструкция, в соответствии с которой парламент может попросить комиссию внести в парламент законопроект. Вот такая вот история. Ну и, собственно, здесь это тоже юридическая фантазия на тему, это переклад уже нормативных, уже законодательных норм на уровень кода. Ну, собственно, то, что я сказал, здесь описано. Дальше уже совсем статья 225 закона о функционировании Европейского Союза. Вот мы знаем, представление о виде кода выглядит вот так. Итак, что же здесь написано? Европейский парламент может запросить Европейскую комиссию представить предложение, если он считает, что требуется некий законодательный орган. Он в данном случае называется. А Европейская комиссия, если отказывает парламенту, должна представить причину такого отказа. Ну вот, собственно, выглядит это все вот так. Да, небольшой нюанс. Подавать такое предложение в Европейскую комиссию европейский парламент должен большинством голосов своих участников. Вот здесь поименованы комитеты, которые участвовали в работе создания этого предложения. Ну, в общем, это правовой комитет, транспорт, туризм, гражданских прав и свобод, труда и социальных отношений, окружающей среды, публичного здоровья, индустрии, исследования, энергетики, внутреннего рынка и защиты прав потребителей. В общем, спектр вопросов, которые освещены в этом документе, он очень большой. И надо понимать, что вне зависимости от того, что сам по себе документ относительно тех законопроектов, которые выходят в Евросоюзе, он небольшой, но он очень наполнен базовыми, очень большими категориями, каждый из которых может раскладываться на составляющих, каждый из которых можно много говорить. Какие же категории, какие направления регулирования предлагает Европарламент? Европарламент, вращаясь к Еврокомиссии, говорит, нам нужно создать... А, нам нужно, прошу прощения, прежде чем расскажу про это, все предложение Европейского парламента, оно состоит из следующих частей. Есть общая результативная часть. Это описание статуса КО, это описание того, где мы находимся, какие области уже развиваются, что уже сделано в этой технике и что предстоит сделать, а самое главное, какие вопросы на данный момент не имеют ответа. Европарламент, обращаясь к комиссии, он хочет, чтобы ответы на эти вопросы были найдены тем или иным способом. И он дает рекомендации по поводу того, а что должно быть в законопроекте. Помимо этого, он предлагает кодекс этики для инженеров работы техники, и он предлагает кодекс комитетов по исследованию, по расследованию этики и некий список разрешений для дизайнеров и пользователей, некое ограничение того, что делать можно и что делать не следует, исходя из своего восприятия того, как будет развиваться индустрия. Итак, что нам предлагает Европейский парламент? Он предлагает в законе определить общие принципы. Среди этих общих принципов, в том числе, общее определение того, что такое автономный агент, что такое умный, smart autonomous роботы, smart autonomous agent. Он предлагает разработать принципы для девелоперов и разработчиков робототехники и искусственного интеллекта для гражданского использования. О некоторых я могу рассказать подробнее, но, наверное, остановлюсь на нескольких. Давайте поговорим про ответственность. Это очень важная вещь, над которой размышляет Европейский парламент. И при исследовании этого вопроса он говорит о том, что мы сейчас находимся на этапе, когда у роботов есть возможность взаимодействовать с окружающей средой, благодаря своим сенсорам, и формировать некое самосознание, формировать автономность. И чем больше мы говорим об автономности робота, тем больше мы можем сказать, что человек, который создал робота, не несет за него ответственность, потому что он автономный, потому что в нем заложены алгоритмы, которые позволяют ему анализировать действительность и принимать решения самостоятельно. Вопрос, кто должен нести ответственность за эти решения в таких роботах? Людей, которые могут нести ответственность, их, соответственно, несколько, это производители, операторы, владельцы и пользователи. И эти четыре категории, как или иначе, рассматриваются в документе. Безусловно, Европейский Союз не может обойти вопрос исследований и инноваций в этой сфере, но в основном все предложения Европарламента касаются предложений по финансированию. Я в этом чуть-чуть проточу свои эти методические принципы. Предложение создать европейское агентство, которое будет заниматься робототехникой. Вопросы интеллектуальной собственности, вопросы потока данных, которые проходят через роботы, связанные с этими вопросами безопасности и приватности данных. Вопросы стандартизации, вопросы безопасности, которые, в том числе, всегда, наверное, беспокоили проектировщиков роботов. Оговаривается о некоторых проблемах и направлениях регулирования в вопросах, связанных с автономными агентами транспортными, типа автономных машин и дронов. Отдельная тема – это роботы, которые занимаются хиороботами, которые ухаживают за, например, престарелыми людьми. Медицинские роботы, которые позволяют проводить более точные операции. Важная тема, которая также поднимается в свете, в принципе, философского направления, это было как бронзуманизм, это химорепрея, это гибердизация человека, это возможность создания отдельных органов человека, насмотр за этим созданием, создание технической поддержки, в конце концов, для человека, у которого есть очень часто тело. Поднимаются вопросы о том, что необходимо обучать людей программированию, чтобы они понимали, что такое computer science, нужно заниматься тем, что нужно переобучать людей, которые сейчас трудоустроены, занимаются теми или иными профессиями. Эта тема принимается не только в этом документе, она в принципе очень серьезно мусируется в прессе, на данный момент, наверное, однозначного ответа нет, но понятно, что рынок туда будет меняться, и будет меняться координально. Ну, как показывают предыдущие революции, рынок труда изменится, но, наверное, не стоит ожидать таких серьезных отрясений. Да, будет переходный, но тем не менее, эта тема дискуссионная. Безусловно, вопросы экономического, экологического воздействия на окружающую среду, вопросы сегодня поднимались неоднократно, обсуждались. Ну, и некоторые вопросы на международный аспект, мы, наверное, останавливаться не будем. Я бы хотел остановиться на определении, потому что сама по себе попытка определить такое новое явление, попробовать, она интересна. Законодатель пытается выделить из реальной действительности какие-то ключевые аспекты и свойства, и описать их в виде закона. Вводится понятие, точнее, Европарламент предлагает комиссии ввести понятие СМАК-Атлон-Амосфорбос, под которыми он понимает робота-катут, у которого есть способность приобретать автономность посредством эссенсов, посредством взаимообмена данными между окружением, посредством анализа этих данных, посредством обучения на основании своего собственного опыта и взаимодействия с окружающей средой, адаптации своего собственного поведения и действий к этой окружающей среде. То есть очерчен некий процесс внутреннего самосознания робота и его движения. Очень интересно, что документ, который создается Европарламентом, но, наверное, как и во всех законодательных процедурах, он сначала проходит обсуждение в комитетах. В Европарламенте есть комитеты, поэтому профиль рассматривает своим углом, и на ЦЛО РУ Слон Роботикс правовой комитет написал документ, который называется «Стальник» или «Стальник». Ну, то есть некое расширенное осмысление того, что, собственно, предлагает Европарламент. И очень интересно, что они обращают внимание на понятие автономности робота. И мы можем сказать, что само это понятие возможно является креугольным понятием для законодательного определения того, что такое робот, и его дальнейшей судьбой это регулировано. Под автономностью правовой комитет принимает способность принимать решения и имплементировать эти решения в окружающую действительность. Вне зависимости от внешнего контроля со стороны человека, либо альбинга. В этой связи надо понимать, и, наверное, стоит привести примеры, чтобы понять, где мы говорим об автономности, а где нет. В этом документе приводится пример два примера. Это «Стальник» робот, «Стальник» робот и «Грома». Например, если мы говорим про медицинских роботов, то мы можем сказать, что они подпадают под категорию роботов. Однако их нельзя смешивать с «Маркотлономы» с роботами, потому что они оперируют на базе так называемой модели «Мастер Слейфа». Ну, «Мастер РАП». Или, например, дроны. Вне зависимости от того, что сейчас существуют разработки, в соответствии с которыми дроны могут действовать автономно, вот человек, который ее направляет, но, тем не менее, в базовой модели дроном управляет кто-то. И таким образом нужно тоже осторожно относиться для того, чтобы определять дронов как «Смарт» и «Атономность». То есть там есть определенные границы этого понимания. И, соответственно, сама автономность таким образом, она зависит от того, насколько дизайнеры, насколько инженеры данного конкретного протокола заложили туда эту автономность, заложили особенности взаимодействия робота и окружающей среды. То есть это нужно понимать, это нужно оценивать и соизмерять, потому что от этих категорий, в конце концов, будет зависеть равновидное мнение. Опять вернемся к законам Азика и Азимова. Как бы это ни было странно, но, тем не менее, в таком базовом документе от первого парламента упоминается о законах Азика и Азимова. И упоминается это в следующем ключе. В документе сказано, что законы Азика и Азимова должны рассматриваться как адресованные дизайнером и инженером, и оператором робота, поскольку эти законы невозможно конвертировать в машинный борт. Такой вот постулат звучит. В этой связи в общем-то вот это изложение нормативных актов и есть некий эксперимент с моей стороны в попытках переложить законы на некий, ну, безусловно, это не машинный борт, но, тем не менее, направление для исследований и направление для дальнейшего режима. И правовой комитет говорит о том, что да, парламент основывает свои базовые предпосылки на основании, ну, не раскрывая законы робототехники Азика и Азимова, но их нельзя воспринимать как правовые принципы, вне зависимости от того, можно их инвертировать в машинный борт или нет. Это не правовые принципы, это некие общие категории. И также нужно понимать, что эти законы, вообще-то, предусмотрены Азиком и Азимовым для роботов, а не для людей. Хотя в документе сказано, что их нужно воспринимать как адресованных дизайнерам и инженерам. Это вот такое вот замечание, которое рассказывает правовой комитет на предложение Европейского парламента. Но самое интересное, пока я изучал вот этот парадок, я вышел на документы предварительные, потому что документ в законодательном процессе он меняется, и некоторые пункты предъявляют изменения, и я вышел на другую формулировку того же самого пункта. И самое интересное, это старая редакция. Самое интересное, что здесь сказано, здесь существует первый кусочек предложения, который исчез в окончательной редакции. В учительном следующем образом, что до тех пор, пока роботы не стали, не обрели сознание, то есть до тех пор, пока у роботов нету самосознания, и дальше закон о языкразивке вот должны рассматриваться, то, что мы рассмотрели на предыдущем слайде. Это очень странно, почему self-aware и самосознание робота исчезает из нормативного документа. И дальше идет объяснение, точнее, вот этот документ правового комитета, он рассматривает категорию самосознания роботов и дает какое-то некое восприятие того, что это такое. Что он говорит? Первое, что он делает, он задает вопрос. Если мы говорим о том, что если мы постулируем, что у робота есть некое самосознание, во-первых, а как мы можем это выяснить? Есть ли такие методы, которые позволят нам определить существование этого самосознания в машине? Непонятно. Это вопрос. Дальше. Если машина все-таки, если все-таки окажется, что машина имеет самосознание, значит ли это, что мы должны признавать за машиной базовые права человеческие, бейзи-байзи? Тоже непонятно. Если машина становится, если машина обретает сознание, значит ли это, что она становится более сильной, более быстрой, более умной, более совершенной и, возможно, бессмертной? Значит ли это, что человечество, приобретая в лице робота, скажем так, конкурентом для существования, может поставить перед собой вопрос о своем собственном разрушении? Ну, посредством робота придаваем. Это вот такие нотки, которые в том числе мы сейчас слышим из прессы на тему искусственного интеллекта и на тему его опасности. Ну, я делаю парламентство уже об этом и задумывалось. Более того, что самое интересное, они говорят следующее, после всех этих вопросов, которые они издают, они говорят, что любой... А, нужно разработать принцип, в соответствии с которым любое исследование с целью найти либо присвоить, либо выработать в роботах сознание, должно пресекаться. Потому что является опасным для человечества. Вот, потом выводы ребят пришли. Ну, так вот. Теперь, в общем-то, с базовой нормативной частью все. Я хочу немножечко рассказать о том, о том, что происходит в Евросоюзе. Пару мыслей на тему... Не мыслей, пару фактов на тему того, каким образом выстроена сейчас инфраструктура в Европе. Эта инфраструктура формируется уже довольно-таки давно, уже более 10 лет. Один из таких базовых флагманских образований это и у Robotics. Это некоммерческая организация, которая на данный момент насчитывает более 250 членов. Сформирована она была на базе двух организаций, которые существовали до этого. Это, опять же, не организация, это комьюнити. Первое, это комьюнити для промышленников European Robotics Technology Platform и академическое сообщество European Robotics Research Network. Возникли они в 2000-2005 году. И со временем, я не знаю, честно говоря, по каким причинам у одной из таких организаций, я, наверное, даже сайт не нашел, они вроде как остались. Но, тем не менее, я полагаю, что вся компетенция и вся жизнедеятельность она перетекла в EU Robotics. Что происходит дальше? Дальше EU Robotics вместе с Европейской комиссией создают SPARC. SPARC – это публично-частное партнерство, которое создано государственным органом и EU Robotics и наполнено определенным количеством денежных средств для проведения исследований и организации процесса денег туда опустили 700 миллионов евро в Европейской комиссии. Ну, будет, по крайней мере, инвестировано с 2014-2020 года. И вот промышленность, ну, то есть и у Robotics и от всего сообщества будет инвестирована, ну, встроя от этой суммы в общей сложности до 2,8 миллиардов евро. SPARC – жизнь, в отличие от предыдущих организаций. У него он постоянно проводит ивенты, у него есть несколько направлений. Это European Robotics VIRD, это European Robotics Forum, на котором встречается промышленность, встречаются академические круги, и воспроизводится, воссоздается интеллектуальный продукт, осмысляется направление дальнейшего развития, создаются документы, которых на самом деле уже очень много. Когда я вышел на массив этих документов, я в том числе и к члену очень много. Пока это стратегические документы, большие, расчленные, инвестированные. Можно я маленькую ремарку писать. С Сашей Капитоновым в этом году были как раз на Ю-работе в споруме, который проходил в Тампера, то есть от Санкт-Петербурга, к примеру, это там на машине 3 часа ехать. Из России людей, у которых было написано, что он из России приехал, было 2 человека. В Тампера, в 300 километрах от России, ни одного инженера под русским... Вот из российской делегации на крупнейшей европейской форуме, посвященном обсуждению роботики, не было. Ну, я подтверждаю, это действительно крупнейший, об этом заявленный документ, в парламентах, во-первых, объем средств, во-вторых, количество людей, которые там задействованы, и продукты, которые они создают. Ничего подобного на данный момент нет. Это самая большая площадка. И что самое интересное, и, так сказать, в тему сегодняшней встречи, это в рамках спарка сформирован Европейн Robotics League. Это лидер робототехники, связанная с умными городами. С умными городами. И я вам объявляю, что с 16 по 22 сентября следующего года на этой площадке будет проходить Skyrock, ну, Smart Cities Robotics Challenge. Я так понимаю, что это некая форма, ну, некая соревновательная форма, на которой, видимо, могут собираться команды разработчиков. Ну, подробности, к сожалению, не знаю, но предлагаю обратить на это внимание. И, наверное, ну, и в завершение моей лекции возвращаюсь к моему эксперименту. Здесь у меня на двух страничках представлен код, псевдо-код, условно, не код, псевдо-код, я, конечно, не себе. Псевдо-код с подсветкой, значит, очень красивой подсветкой. Это все предыдущие законы, просто собранные в одном месте и немножечко реинтерпретированные, скомпонованные. Ну, наверное, не буду вас утомлять, читайте, в принципе, если кто-то захочет, я ему дышу. А можно в какую-нибудь публикацию открытую где-нибудь выложить на блоге? Заведите для скрипки гитхаба и выкладывайте туда свой псевдо-код. Ну, все. А что, классное дело? Может, кто-нибудь компилятор напишет на твои... Ну, все, на этом большое спасибо. Это на самом деле очень недалеко. Иван, спасибо. Друзья, я Алексея попросил перенести концерт на полчаса попозже. Непонятные батлы вокруг столовой. Кто-то говорит, она работает, кто-то говорит, она не работает. Кто-то не успел поесть, попробуйте туда постучаться и взять еды. И в 20-30 начинается какая-то программа от Алексея. Скорее всего, сразу и патия. Все. Всем спасибо за сего. Все, кто достояли до вечера. Все. Давайте отдыхаем. Очень полезно. Очень полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.